Всем привет! Вы на канале Стройплощадка. Вы меня много раз просили сделать какое-нибудь видео по сантехнике. И вот сегодня у нас очень интересный гость. Я думаю, для большинства из вас даже не нужно его представлять. В этом ролике автор канала Будни Сантехника Виталян расскажет вам про свою работу, а именно проводную часть водопровода в квартире. Мы можем здесь раскрутить вот этот момент и взять воду, минуя счетчик. Это неправильно, так быть не должно. Вы видите, да, какая красота получается? Он пояснит за каждый элемент, из которого он состоит, и расскажет, зачем этот элемент нужен. Ну а если вы не поняли, то вы попали на канал Стройплощадка. Мы занимаемся съемкой строительного контента, а также сборкой электрических щитов для квартир, частных домов и отправкой их транспортными компаниями по всей России. Так что, если вы, например, решили сделать себе электромонтаж своими руками, то хотя бы закажите щит у специалистов. И еще спонсор этого ролика – магазин ЭТМ. И да, с недавних пор они стали торговать не только электрикой, но и сантехникой. Правда, пока что только в пределах центрального и северо-западного региона России. Также у них есть бесплатная доставка на объект. Ну и, как обычно, в описании вы можете найти промокод на 1000 рублей, который вам подарят при покупке в интернет-магазине ЭТМ. Значит, коллекторный узел такой. Здесь у нас смонтирован. Коллекторных узлов водных, водомерных, водопроводных не бывает плохих или хороших. Бывают две самые распространенные, обе неправильные догмы. Догма первая. Два крана, два счетчика на тройниках полипропиленчиком. 10 метров трубы ушло за 5000 рублей. Я себе сотворил, живу в доме 500 лет, я красавчик. Первая догма. Вторая догма. Беру полмиллиона, хороню за этой плиткой, там за мрамором. И у меня там все наверняка мега надежно, супер. Максимум денег вылупил там и, ну, самый топовый материал взял, но не всегда самый подходящий. Это вторая догма. Такая же неправильная, но тоже красавчик. Ну, вы поняли. В нашем случае здесь, в наших условиях, отвечающий нашим требованиям, водомерный узел коллекторный и водной смонтирован на этом объекте. И здесь я его вам показывать не буду, потому что он уже смонтирован, здесь темно, плохой звук. А на объекте через 3 метра отсюда, у вас за спиной, получается точно такой же коллекторный узел, точно в таких же условиях, с точно такими же требованиями. Я уже собрал, но еще не смонтировал. И на его примере как раз я вам сейчас все и расскажу. Я буду кузнец в этой серии. Кузнец, и я все покую. Сейчас по порядку расскажу. Кратко, тезисно, что, зачем, для чего и почему. И в цифрах, ребят, приводя конкретные цифры, вы поймете, что... Да, дорого, но на самом деле недорого. Мы с вами меняем здесь водопровод. Вместе с частью стояка у нас на стояке есть сгонные соединения. Сгонные соединения, любой сантехник вам скажет, что это мина замедленного действия и будет категорически прав. Мы здесь будем переваривать стояки, убирать сгоны, ну, все как мы любим. Сгонные соединения, классический сгон. Ну, на своем канале я рассказывал как-то об этом. Я думаю, углубляться не будем, просто мы здесь меняем вместе с частью стояка. Так это нужно, потому что здесь мы с вами находимся на втором этаже 23-этажного высотного дома. 23-этажный дом в высоту 70 метров. Столб подъема, подъем столба воды внутри стояка, то есть внутри этой трубы, стояк вертикальный участок, проходящий через все этажи, через все квартиры, стоящие друг над другом, длиной 70 метров, высотой 70 метров. На каждые 10 метров следующее давление увеличивается на одну атмосферу. Итого 7 атмосфер у нас только за счет высоты подъема столба воды. Нормальное давление в водопроводе 3 атмосферы, а у нас только за счет подъема столба 7. Но на верхнем этаже должно быть минимум 3 атмосферы. Итого 10. По факту сейчас в стояке 11 атмосфер. Это очень большое давление для водопровода. Для стояка стального это нормальное давление, для водопровода слишком большое. поэтому по порядочку вот эта часть здесь мы с вами видим участки трубы изогнутые это цельная труба я ее изгибал трубогибчиком трубогибчик давай сразу покажем прям одним дублем запилим в общем вот такие видите он изгибает трубу таким вот образом видите какой чистый гиб получается без заужений без заломов вставляем трубочку трубогиб самодельный я его сотворил сам топовые мастера работают топовым инструментом я у меня политика такая моего канала обязательно из говна и веток обязательно на коленке за шапку сухарей но не хуже вот трубогиб самостоятельно своими руками сотворил вот при вас участок трубы и прямо сейчас на ваших глазах мы его будем изгибать покажи поближе как вот это работает можешь вокруг обойти да ну и таким образом происходит гиб руки гиб руки моя рука посмотрите мой вес 60 килограмм там 55 там плохие времена в общем и я легко это осуществляю вот таким маленьким рычагом изгибаю трубочку видите вообще без проблем и сейчас я вам покажу какой какого качества получается гиб я не использую никаких электроинструментов то есть ну полный порядок одним словом не хочет не хочется хвастаться конечно но ребят ну как ей да как бы я просто очень крут и этим все сказано да вы видите да какая красота получать момент да о том как именно я делал этот трубогибчик есть видео на моем канале я думаю что дима ссылочку оставит а где ты оставишь я уже оставил в описании в описании ребят в описании будет ссылочка как сделать трубогиб за шапку сухарей себестоимость этого трубогиба на то время когда его делал порядка 4000 рублей вы нигде такого дешевого трубогиба не найдете или день работы но день я его делал и 4000 потратил вот эти ролики так далее без токарных работ токарь не участвовал только мои руки сварка и болгарка вот так я его сотворил и два запорных крана значит запорный кран является обязательным требованием для отсечения квартиры от общего стояка также запорный кран является зоной разграничения ответственности но об этом чуть попозже для начала участок трубы здесь вот вы видите стальной я использовал изгибал трубу и использовал стальной участок в вашем случае если у вас небольшое давление например вы живете на пятом этаже пятиэтажного дома где городок весь из пятиэтажек и у вас давление небольшое в стояке вам не нужно так мучиться вы можете взять накрутить на готовое резьбовое соединение на тройник на стояке там фитинг любой полимерной трубы припаять или обжать аксиальный пресс радиальный пресс любой материал любая полимерная труба одобренная для питьевых водопроводов и дальше этой трубой дошли до нужного места перешли опять на резьбу при помощи фитинга и накрутили краник в моем случае стальная труба потому что во первых стальная труба терпит любое давление который может быть в водопроводе и любую температуру которая может быть водопроводе на стояке даже в теории температуру выше кипения спокойно она выдержит поэтому на это мы вообще не смотрим стальная труба исключительная надежность кроме того это еще и дешево потому что изгибать я ее изгибал сам ни одного фитинга не израсходовал и резьбовое соединение здесь резьбу я нарезал сам она ничего не стоило заказчику поэтому это надежно и очень дешево поэтому здесь мы ее используем совершенно большое давление у нас особые условия мы находимся сейчас на нижнем этаже небоскреба поэтому если кратко сильно не углубляясь этим это и обосновано поэтому здесь стальная труба можно было бы сказать там я куплю рехаву я там куплю самую дорогую трубу или медную трубу например но есть проектная документация и вот эта часть то что до отсечного крана является частью стояка мы не можем это отсечь никак только в подвале только местный следствий сантехник может это сделать поэтому это является частью стояка по проекту общей дымовых коммуникаций заложена эта труба как часть стояка поэтому именно ее мы использовали у нас с этим строго то есть где-то там в регионах я знаю многие грешат там отопление могут вырезать часть стального стояка налепить полипропилен и полипропиленом повесить радиаторы использовать полипропилен на централизированном отоплении это в корне неправильно так делать ни в коем случае нельзя но многие так делают у нас с этим строго в этом отношении в этом порядок мы поэтому не поймем мы работаем просто с стальной трубой. Значит, отсечной кран, вот здесь я вам сейчас демонстрирую, является запорной арматурой. Запорный от слова запирать. Он запирает среду в стояке, отсекая ее от всей остальной квартиры. В случае, там, если что-то у нас произошло, мы просто уезжаем в отпуск, правила хорошего тона, мы перекрываем воду в квартире, потому что знаем, что никто не будет ей пользоваться. Запорный кран является зоной разграничения. Смотрите, вот он, где мой палец. Запорный кран я вам показываю, это и есть граница. Все, что до него, вот это резьбовое соединение, вся эта труба, весь стояк, это зона ответственности вашей управляющей компании. Ваша управляющая компания отвечает за это все. Слесарь, который будет здесь присутствовать, когда я буду переваривать эти стояки здесь, он обязательно будет принимать у меня эту работу и будет смотреть, чтобы все было герметично, чтобы был полный порядок. После этой задвижки уже зона ответственности заказчика начинается. Если здесь что-то течет, это не зона ответственности управляющей компании. То есть, например, потекло это резьбовое соединение, это любое резьбовое соединение после отсечных кранов и по этой причине, по причине этой утечки пострадали, там, соседи снизу, там, я не знаю, что у вас там снизу, там, подвал там затопили, там, соседи, там, может быть, магазин какой-то у вас там может быть, неважно. Какой-то ущерб был нанесен вследствие постопа и этот потоп был после отсечного крана. Вот в этом случае ваша зона ответственности как заказчика. Если до крана произошла утечка, зона ответственности управляющей компании, управляющая компания компенсирует, выплачивает и так далее. Этот отсечной кран перекрывает не только среду, но и разграничивает ответственность между вами и управляющей компанией. Теперь вы знаете, что все, что после кранов, отвечаете вы. Все, что до, отвечает местный слесарь из местного ЖЭКа. Значит, дальше у нас идет система защиты от протечек. Это, по сути, тот же кран с моторизированным приводом. Там внутри маленький электромоторчик, шестереночка, сектор. Маленькая шестереночка вращает большую, за счет передачи перекрывается внутри шар. Этот кран является шаровым, где запирающим элементом является шарик, просверленный насквозь, открывающий и закрывающий свой просвет на весь свой проход. И вот этот кран – это часть системы защиты от протечек, которая соединяется впоследствии этого провода датчиками, учует протечку, увидела, что на полу разлилась вода, какая-то часть датчик замыкается, закрывает краны в любой непонятной ситуации. Или в случае, если в данной системе защиты от протечек, это аквасторож, если вдруг у него садится батарейка, перед тем, как вырубится, на прощание он перекроет краны. Дальше у нас идет фильтр на 100 микрон, вот здесь я вам покажу, промывной. Это неправильно, так быть не должно. На самом деле должен быть 600 микронный косой фильтр с проушиной для пломбы. Здесь ничего не пломбируется. Именно по этому причине и отсечной кран у нас здесь со сгонной резьбой, с американкой. Вот в этом месте, видите, американка. Мы можем здесь раскрутить вот этот момент и взять воду, минуя счетчик. Это неправильно, так быть не должно. Но мы здесь так делаем, потому что здесь от застройщика такие краны предусмотрены. Застройщик здесь не смотрит на это дело и считает это нормально. Мы здесь будем переваривать стояки, убирать сгоны. Ну, все, как мы любим. Вот. И, в общем, в одну группу тоже будем переделывать. И когда мы ее переделаем, у нас до счетчика будут сгонные резьбы. Потому что здесь, смотрите, от застройщика краник стоит со сгонной гайкой. И у этой гайки нет проушины для пломбы. Потому что, ребят, это элитный жилой комплекс. И, по мнению застройщика, здесь никто не будет воровать воду в элитном жилом комплексе. Поэтому здесь от застройщика изначально сгонная резьба есть до счетчика. Это неправильно, но вот оно так сделано. Поэтому и мы, когда с вами будем переделывать, мы тоже сделаем сгонную резьбу. Это удобно с точки зрения, там, в будущем замены этих стояков, там, каких-то ремонтных работ и так далее. Воровать воду здесь никто не будет. Поэтому, конечно же, там внизу в перекрытии мы с вами сделаем потайные врезочки с трехходовым краником. Ну, вы поняли. Поэтому, собственно говоря, здесь, видите, пломба такая мега надежная. Как видите, антимагнитной пломбы здесь на счетчике нету. И здесь нету антимагнитной наклейки. И сама эта пломба, вы видите, такая, да. И вот эти гайки, как видите, имеют проушины. Вот здесь вот я пальчиком показываю. Вот в этом месте, здесь. И вот в этом месте вот здесь проушину для пломбы они имеют, но они не опломбированы. Это от застройщика так. То есть застройщик посчитал достаточным просто вот эту пломбу поставить и оставить сгонную резьбу с самого начала. Поэтому ее, в принципе, быть не должно. Но это не строительная норма. Это правило, которое, как правило, стоит застройщик. И здесь настройщик этим пренебрег. И управляющая компания считает нормальным использовать сгонную резьбу. Скорее всего, это не ваш случай. Это наш случай. Здесь частный. А в вашем случае сгонной резьбы быть не должно. И все, естественно, должно быть опломбировано. И не должно быть возможности разобрать что-либо до счетчика. В нашем случае стоит 100-микронный промывной фильтр. Мы можем просто, открывая вот этот кран, промывать его. Это будет выведено потом в канализацию или бы куда-то. Промываем сетку. Можем голой рукой его разобрать, вытащить ее оттуда. Ну, в общем, вы поняли. Значит, после него идет уже редуктор давления. Мы видим здесь на этом манометре давление в стояке, который у нас есть. Он связан со стояком, этот манометр. И здесь манометр, который показывает на стороне пониженного давления. Редуктор понижает давление до заданного. В данном случае используется мембранный редуктор, потому что он обладает хорошим расходом. Он на протоке точно дозирует. То есть нет такой возможности, такой вероятности, что, допустим, мы пошли в душ, в это время супруга открывает кран на кухне, и краном на кухне регулирует тональность наших визгов и криков, пока мы в душе ошпариваемся кипятком, либо нас отдает холодной водой. По этой же причине здесь установлен коллектор распределительный. Распределительный коллектор вот таким вот образом выглядит. Как правило, это две балки. Коллектор может быть отопления. В нашем случае вот коллектор водоснабжения. Холодного, горячего мы видим. А, да, я забыл еще. После счетчика, естественно, у нас редуктор и на холодной стороне, собственно говоря, сам прибор учета и обратный клапан. Это обязательное требование, чтобы обратный клапан был. Это регламентировано нормами. Позже я объясню, почему именно так и почему он должен быть. Зачем что все это нужно? Кратко, с цифрами, как обещал. После обратного клапана распределительный коллектор и защита от гидроударов. Здесь на холодной стороне давление. Зачем она нужна? Позже объясню именно конкретно. Ну, а коллектор дальше уже по потребителям мы с вами раскидываем трубу на каждую точку. Спорные моменты, вопросы, которые я прямо сейчас предрекаю, будут в комментариях. Промывной фильтр не может быть установлен перед счетчиком, потому что откроется кран и этой водой мы будем промывать, минуя счетчик. Можем и брать отсюда воду. Еще раз говорю, здесь элитный жилой комплекс, здесь управляющая компания посчитала возможным установить сгонную резьбу до счетчика. То есть это уже все решает. То есть мы уже запросто можем... И счетчик, по сути, не опломбирован. Вы видите, какая тут пломба? Она неприступная, в кавычках, как панталоны монашки, я бы сказал. Поэтому здесь вообще не проблема. В вашем случае эти две сгонные резьбы будут опломбированы и до счетчика ни одной сгонной резьбы быть не должно. У нас она есть и у нас есть промывной фильтр. В вашем случае промывной фильтр должен быть после счетчика. А перед счетчиком должен быть 600 микронный косой фильтр. О фильтрах, друзья, важный момент. 600 микрон, 100 микрон, 300 микрон фильтры бывают. Это очень грубые сетчатые фильтры. Они предназначены для того, чтобы останавливать механические включения, которые могут быть в водопроводной воде. Например, окалина, оставшаяся от ремонтных сварочных работ каких-нибудь. Где-то там песок на мыло какое-то что-то. Ну, водопровод, сами понимаете, это не обязательно он там супер стерильный. Грязь всегда есть, водопровод гниет, где-то там что-то отрывается и прилетает. И это что-то, вот эта вся грязь, она как песок, как гидроабразивная резка, как пескоструйка пролетает и ударяется о лопасти счетчика, меняя его характеристики, меняя его показания. Лопатки рабочего колеса счетчика изнашиваются и счетчик показывает некорректный расход воды, который есть. Чтобы защитить счетчик, для этого и устанавливается косой фильтр на 600 микрон, чтобы защищать счетчик от сильных, от крупных механических включений. Ну, чаще всего это окалина. И дальше уже вы можете поставить себе промывной фильтр 100 микронный. Мы его сразу поставили, воспользовавшись тем, что управляющая компания нам это позволяет. И этот фильтр уже нужен для того, чтобы защищать не счетчик, он после счетчика, он защищает керамические кранбуксы современных картриджных смесителей, одноруких так называемых смесителей. Смесители бывают с двумя вентилями регулирующими, а есть с одним рычагом. Катриджный однорукий смеситель. В нем, ну, также и в двух рукам тоже кранбуксы керамические, две притертые друг к керамические поверхности, плотно притертые, открывают или закрывают просвет, ну, открываем воду. И вот они изнашиваются как раз вот этим песком, чтобы его останавливать и нужен, собственно говоря, этот фильтр. Если у вас из водопровода идет ржавая вода, этот фильтр не сделает вам эту воду кристальной из альпийских лугов, там, как слезу девственницы. Нет, не будет такого. Для этих случаев существует система водоподготовки. Система защиты от гидроудара, значит, представляет собой маленький экспонзомат. Вот эта полость, в ней внутри мембранка, вот в этом месте. По эту сторону мембраны находится воздух, здесь среда наша транспортируемая, наша водичка водопроводная, в данном случае горячая, здесь холодная. И здесь воздух, вот автомобильный ниппель, сейчас я пшикну. Вы слышите, да, как он пшикает? Ну, наверное, слышите в камеру. Казалось бы, здесь уже водопроводное давление, мы его сами регулируем мембранным редуктором, можем там 3 атмосферы накрутить, 2, ну, как удобно, без проблем. Какие тут у нас тут гидроудары и так далее? Это воспринимает на себя удары от водопровода. У нас есть кинетическая энергия движения воды, которая двигается по трубе, у нас она двигается. И когда мы резко закрываем кран, а мы всегда резко закрываем кран, в нашем случае этот маленький экспонзоматик воспринимает на себя кинетическую энергию движения воды, останавливает ее резко. А в вашем случае, если у вас их нету, вот эту нагрузку воспринимает на себя, внутри вот этой оплетки из нержавеющей стали есть резиновый шланг. Вот он воспринимает гибкие подводки. Под кухонной мойкой, под раковиной, к стиральной машине резиновый шланг подходит. Вот это самые слабые места, потенциально опасные, любого водопровода, который может быть там внутри квартиры. Вот такая гибкая подводка. Вот, собственно говоря, чтобы, не дай бог, не случилось там ничего ужасного, для этого, собственно говоря, это и придумана система защиты от гидроударов. Кроме того, еще важный момент, у нас тут с вами вот небольшая гребеночка на маленький санузел, всего четыре потребителя. В вашем случае может быть там один санузел в квартире, это холодная вода, значит, унитаз, стиралка, раковина, скорее всего, ванна, возможно, гигиенический душ, кухонная мойка, посудомойка. Итого семь точек водоразбора я насчитал, из них кухня и посудомойка могут находиться далеко. Это довольно протяженный участок трубы, это большой объем. Вы вернулись вечером с работы там, разбираете воду активно, а характер водоразбора такой аховый, как правило, утром, вечером. И вот вы вечером попользовались холодной водой, и холодной со стояка, ледяной, давайте так скажем, водой наполнилась ваша система внутри вашей квартиры, и осталась эта холодная вода в трубе. После того, как вы закончили пользоваться, легли спать, в это время холодная вода начала нагреваться, и от теплового расширения начало увеличиваться ее давление. В это время может порвать гибкую подводку, и оттуда начнется затоп. Распространенная беда. Тепловое расширение, тепловое расширение транспортируемой среды, если мы говорим о водопроводе, водичка, там, отопление, теплоноситель, и тепловое расширение или линейное удлинение трубы, материалы, из которого сделана труба. Полимерных труб это в особенности касается, стальных в частности, из нержавеющих, например. Коэффициент удлинения, коэффициент расширения у всех разный, но это всегда есть, это физический процесс, а вся сантехника так или иначе строится на физических процессах. Поэтому в нашем случае эта вещь совсем не лишняя. Система защиты от протечек это тоже необязательная часть водомерного узла. Но, опять же, стоимость системы защиты от протечек и стоимость ремонта у соседей снизу и у себя каждый сопоставляет для себя сам и выводы делает каждый сам для себя сам. Я не агитирую ни в коем случае. Но я рекомендую ставить, потому что, ребята, то, что для кого-то пол, для кого-то еще и потолок. Кто-то в комментариях, вероятно, напишет, что варить оцинкованные трубы водопроводные неправильно. И я с вами соглашусь, но здесь застройщик на другие компромиссы не идет. Он говорит, Виталян, либо ты варишь и делаешь, какие они есть, только без резьбовых соединений, либо ты ничего не делаешь. Ну, то есть, других вариантов нет. То есть, мне не дадут взять оцинкованные чугунные американки, уплотняющиеся на конус, где уплотнение достигается за счет разности внутреннего и наружного конуса, и на них собрать. Они категорически против. Они говорят, либо вот эти оплеванные изгоны, видите, которые уже рыжие, уже сейчас, в новом доме, где еще пока никто не живет. Либо никак. Ну, короче, поэтому сварочка, ребята. Ну, и опять же, как я и говорил, в прошлой серии, в одной из прошлых серий, мы вот там, видите, вверху сейчас я на стремяночку заберусь, вам покажу. Вот, видите, такие сделаны смертвяги. Вот они, они приварены на сварку к трубе. И из-за этого, собственно говоря, труба уже варена, цинк уже сожженный, поэтому хуже мы с вами точно не сделаем. Но, в принципе, если кратко, вот так устроен узел. В нашем случае здесь еще есть проточный электрический водонагреватель. На случай отключения горячей воды, раз в сезон, горячую воду периодически отключают на профилактику. Вот как раз на этот случай этот водонагреватель, собственно говоря, здесь у нас и есть проточный. Я не агитирую за то, чтобы вы покупали самый дорогой и самый мощный, там, вы должны его рассчитывать, исходя из своих потребностей. У вас есть маленький ребенок, вы там каждый день наполняете ванну, проточника вам не хватит. Поэтому... Или надо очень мощный стоять, там, хотя бы киловатт на 12, там, три фазы. Не у всех в квартире есть такая мощность. Правильно я говорю, да, Дим? Поэтому это все равно... Не у всех есть три фазы, да. Да, да, поэтому... Да и в Москве тоже не у всех есть, я тебе скажу, да. У меня нет. Поэтому... У меня одна фаза только. Поэтому... Да, слабый, маленький, там, штибель какой-нибудь, даже если это тайваньский, он уже тайваньский, но все еще штибель. 6 киловатт, да вам его хватит. Там трубочка тоненькая, как в гибкой подводке, да, вам хватит. Умыться, ребенка там помыть, искупать, там, то-се, вот это вот по мелочи, да. Две недели в году, там, или 10 дней в году, профилактика пока длится, без проблем. На 10 дней в году его любого хватит. Не обязательно покупать супер премиальный, супер навороченный, там, и так далее. Две недели в году, 10 дней в году. Потому что многие заказчики, знаешь, у меня отказываются, говорят, типа, мы ходим на фитнес, в фитнесе есть душевая, не нужен нам вознагреватель. И они правы в корне. Если я так делал, когда у меня не было вторая квартира, я был сразу включал. Да, поэтому здесь это необязательно. Система защиты от протечек тоже выводы, кажется, сам для себя делает. Манометры для мониторинга потерь. Здесь, кстати, манометр недорогой, установлен Gilex. А Gilex делают для холодной воды, ну, оборудование для скважин, для колодцев и так далее. А у меня на горячей воде стоит их манометр. Но в манометре внутри трубка, трубка бурдона называется. Она всегда медная и на любой воде, без проблем, он работает с любой средой. Ну, кроме специальных манометров, для специальных сред, в нашем случае, водопроводик легко. Просто для мониторинга давление в стояке, давление в водопроводе. Просто, чтобы легче было настроить, это самое, без проблем вообще. Он стоит копейки, его вообще, я считаю, это не та вещь, на которой там можно что-то сэкономить. Система защиты от протечек дорогая, да. Редуктор мембраны, да. Но, возьмем поршневой редуктор. Сейчас я вам покажу его. Вот, чудесным образом он рядышком оказался. Вот, смотрите. Мембранный редуктор и поршневой. Поршневой редуктор ничем не хуже. Он хуже на протоке регулирует, да, там, по своим характеристикам, по точности. Он уступает мембранному. И самый большой его косяк, он уступает по долговечности. Они очень быстро закисают. Вот в данном случае с широким, большим поршнем. Они, как правило, совсем маленькие. Вот размером с этот косой фильтр примерно. Вот, опять же, видите. Косой фильтр, вот он как раз и должен стоять перед счетчиком. Мы можем позволить себе поставить промывной. Нам позволяет и в управляющей компании, еще раз. Поэтому без проблем. Вот. И редуктор. На нем, да, можно сэкономить. Но проблема в чем? Он закиснет, вы купите новый и получается, что сэкономили не вы, а сэкономили вас на этом редукторе. В любом случае вы придете к мембранному. Долго поршневые не живут. К сожалению, в нашем водопроводе слишком неподготовленная вода попадает слишком грязно. Они закисают и быстро выходят из строя. Поэтому мембранный редуктор, он дольше ходит. У меня за всю мою жизнь, сколько я занимаюсь сантехникой, ни разу не было такого, чтобы я установил мембранный редуктор. А потом через какое-то время, через год, два, три, четыре, пять, чтобы я вернулся и заменил его, потому что он вышел из строя. То есть все до единого, что я устанавливал, все служат до сих пор. Ну или, по крайней мере, мне неизвестно о том, что какой-то из них вышел из строя. Поэтому здесь вот мы его, собственно говоря, и установили такой. Отличный выбор, но денег стоит. На нем можно сэкономить, но оборотная сторона этой экономии я вам уже объяснил. Вот, собственно говоря, обратный клапан. Обратный клапан – обязательное требование для того, чтобы не было подмеса. Смотрите, однорукие смесители из горячей воды в холодную за счет разности давления может перетекать. Но мы могли бы их не ставить и сэкономить на них, потому что у нас уже есть редукторы, и из трех атмосфер в 11 никак не задавит. Но это обязательное требование. Любой водомерный узел должен снабжаться обратным клапаном. Кто-то скажет, типа, вот, раньше там при совдепе было два вентиля, да, барашка таких крутящихся, и счетчики, а то и вообще без них. И тройниками, стальными трубами разведено, блин, один смеситель с гусем, поворачивающимся от ванны к раковине. Это сантехнические кабины на домостроительных комбинатах собирали целиком вся кабина, уже с установленным унитазом, уже с установленной раковиной, уже с установленной частью стояка. Они просто друг на друга, как кубики, складывались в панельном строительстве, сваривались между собой или скручивались часто на резьбы. И таким образом все это осуществлялось. Но в советское время, что у нас было? Настенный смеситель с двумя крутилками, да, никак из одного в другое не передавит, при условии, если ты не заткнешь гусь у смесителя, а ты его не заткнешь. И на кухне смеситель елочка, там тоже два вентиля, передавить из холодного в горячий или наоборот не может. Потому что в горячем стояке, как правило, давление всегда больше, чем в холодном, и из одного в другое может передавить. И получится, что у нас из горячего стояка через систему, через какой-то однорукий смеситель, через чей-то передавливают в холодный стояк, и холодный стояк наполняется горячей водой. Все соседи утром просыпаются, ночью все это произошло, просыпаются, каждый открывает, и у всех с обоих кранов течет горячая вода какое-то время. А счетчик у нас крутится холодный в одну сторону, а горячий отматывается в обратную или наоборот. Вот, поэтому, чтобы этого не было, обратный клапан является обязательным требованием. Любой застройщик обязательно его лепит. Самый дешевый, самое говно, иногда он внутри вот этой американки расположен, но он всегда есть, потому что это обязательное требование. Таково по строительным нормам минимальное наполнение водомерного узла современным нормам. Раньше этим пренебрегали одного отсечного крана, даже не крана, а вентиля было достаточно. Сейчас все изменилось, прогресс не стоит на месте. Ребята, мы с вами пользуемся уже смесителями однорукими, пользуемся смесителями с термостатами, в том числе, гигиенические души, и настенные унитазы устанавливаем, и все то, чего не было при совдепе. Поэтому время не стоит на месте, и мы вынуждены идти в ногу со временем. Поэтому, да, подводная лодка налепил, развел на деньги, да, и так далее. Красивые вещи это вот, ножницы, прям, вообще, прям, что-то... Они тяжелые, согласись, тяжелые. Ну, я не знаю, как это, это сильно напрягаешь, что они тяжелые. Ну, ты знаешь, когда ты пробуешь резать, там, 40-х лучших луповый пропиленовый, ты умираешь, что рука отваливается, это фигня, просто кальфуешь. Ну, надо просто уметь и пользы к ним, надо привыкнуть. Тут вот кнопка есть для безопасности. Это ножницы... Тут очень много кнопок у них. И ты можешь вплотную к стене... Они чисто для полипропилена, да? Нет, они для полимерной трубы, в том числе полипропилен. Полипропилен они офигенно режут. Сороковой диаметр любой, армированный, не армированный, полтинник не армированный, легко. Полтинник армированный в жаркую погоду режет. В холодную погоду уже все. В общем, про это все. Мы сейчас снимаем видео. Оно все не войдет в наш вот этот ролик, который вы только что посмотрели. Но если вы хотите, пишите в комментариях, и мы его тоже обязательно покажем. На этом у нас все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь к нам на каналы. Ссылка на Виталия в описании. Всего доброго.